Привет, друзья! Вы на канале Shadow Tavern. Этот год подходит к концу и сейчас самое время собрать выпуски с лучшими фильмами и сериалами моих любимых жанров – фэнтези и фантастикой. Располагайтесь поудобнее, согревайтесь вкусным чаем и приятного просмотра! Все везде и сразу. На фоне стольких долгожданных релизов первой половины 2022 года, фильм стал неожиданностью. Мишель Йо, легендарная актриса боевиков, играет стареющую китайскую мигрантку. Она со своей семьей живет на верхнем этаже семейной прачечной, дела идут из рук вон плохо, не получается справиться с бумагами для банка, а она, будто находясь в собственной отдельной реальности, все мечтает о расширении бизнеса. Вскоре Эвелин оказывается втянутой в невероятное приключение в различных вселенных и в невероятном количестве разных жизней, которые она только могла бы прожить. И в этом поучительном приключении она может спасти себя и свою семью, лишь добравшись до правды и откровения, объединяющих все варианты и возможности всех измерений. Фильм быстро стал самым кассовым для кинокомпании A24. Благодаря изобретательным визуальным эффектам, созданным при ограниченном бюджете, фильму удается создать полное хаотического экшена и комедии приключения, а также эмоциональную историю о семье, воспитании детей и старении. Аватар. Путь воды. Спустя 13 лет и множество задержек, новый долгожданный научно-фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона продолжительностью в 192 минуты официально представлен. Впрочем, благодаря отличному темпу эта продолжительность почти не ощущается. Фильм проносится перед глазами даже слишком быстро. Визуально, с точки зрения эффектов, фильм почти идеален, он ошеломляет. Есть несколько банальных диалогов, неуклюжих и неловких сцен, чувствуется отсутствие определенной кульминации, поскольку планируется еще пара сиквелов. Проблемы есть, но они почти не имеют значения. Сильные стороны этого фильма делают его обязательным к просмотру в кинотеатрах, что, к сожалению, на данный момент очень затруднительно. На самом деле приятно снова увидеть блокбастер подобного масштаба, давно такого не было. С точки зрения сюжета он менее предсказуем, чем первый фильм. Впрочем, те зрители, которые смотрели и предыдущие работы Кэмерона, такие как Чужие, Терминатор 2 и даже Титаник сразу заметят несколько самоповторов режиссера. В любом случае, сюжет не то, ради чего большая часть зрителей решит этот фильм посмотреть. Если вам понравился первый фильм, то почти наверняка понравится и этот. Пиноккио Гильярмо Даль Торо Каждый новый фильм Даль Торо – это событие, которому стоит радоваться. Пиноккио заново открывает для нас знаменитую сказку о деревянной кукле. Фильм добивается этого с помощью визуально прекрасной анимации, а также нескольких смелых изменений в сюжете, которые делают этот ремейк более человечным, эмоциональным и тематически более глубоким, чем предыдущие адаптации. Отчаянная мольба и искреннее желание скорбящего отца волшебным образом оживляют деревянную куклу, давая ему возможность заботиться о ней, как о своем собственном сыне. Пиноккио – прекрасная и уникальная интерпретация классики, в которой смерть, жертвенность и горе исследуются в самых эмоциональных и трогательных формах. Пиноккио – достаточно тяжелый фильм, который, тем не менее, оставаясь сказочным, одинаково уважает всех своих зрителей и взрослых и детей. Это мрачная сказка, которая умеет быть веселой и оптимистичной. Бэтмен Если очень упростить, то фильм рассказывает о том, как Бэтмен на втором году своей борьбы с преступностью раскрывает опасный коррупционный заговор в Готэме, связанный с его собственной семьей и таинственным серийным убийцей по прозвищу Ридлер. Уклоняясь от истории происхождения, предпочитая просто следовать за Брюсом Уэйном, уже знакомым с опасностями, которые переполняют Готэм, фильм использует свое трехчасовое время, чтобы мастерски проработать культовых персонажей уникальным способом и представить правильный Готэм. Благодаря захватывающему детективному триллеру, Мэтт Ривз покорил поклонников, которые с таким нетерпением ждали новой версии культового героя. Этот фильм действительно не для всех. Пожалуй, самый мрачный фильм о Бэтмене, самый депрессивный и темный. И это не обычное кино по комиксам. Это детективная история о расследовании запутанного преступления. Многие отмечают, что фильм ощущается слишком долгим, и возможно это так. Он настолько нетороплив и настолько погружен в долгие кадры, что порой кажется, будто смотришь на картину. С другой стороны, это тот самый нуар, который все так давно просили. Ждем продолжения. Добыча. Это пятая часть и как бы приквел к первым четырем фильмам. Режиссер Дэн Трахтенберг переработал франшизу, добавив своеобразную историю происхождения и первый контакт с Яуджа. Действие фильма происходит в 1719 году на Великих Северных Равнинах. Нару – юная девушка племени Каманчи, которая, будучи обученной лекарством, мечтает стать охотником, как и ее брат. Когда Нару видит в небе то, что она считает громовой птицей, она решает, что это – знак того, что она готова проявить себя в новой роли. Но вскоре, во время охоты на горного льва, они сталкиваются с существом намного более опасным, чем любое, на которое они когда-либо охотились. Скажу честно, для меня это первый фильм после «Хищников» 10-го года, который было интересно смотреть, и для меня это лучший фильм во всей франшизе со времен 90-го года. Дэн Трахтенберг сделал то, что никто до него сделать не мог. Космический охотник наконец-то снова стал грозным и устрашающим. Варяг. Ненависть, месть, ярость и пролитая кровь – таков взгляд на историю Роберта Эггерса. И стоит признать, что эта эпоха нечасто изображается точным. Однако в случае с фильмом «Варяг» чувствуется, что были приложены усилия для достаточно достоверного изложения событий. И пускай этот фильм можно отнести к историческим, элементов фэнтези здесь превеликое множество. От заговоров и появления Валькирии до сражения с Драугом за меч, наделенный волшебной силой. У фильма простой сюжет – мы следуем за молодым князем, желающим отомстить за свою семью. В своем путешествии он пройдет путь от испуганного мальчишки к наемному воину, затем станет рабом и превратится в духа возмездия. Сочетание большого бюджета и эпического масштаба с драматическим сюжетом делают «Варяга» уникальным и редким фильмом. Жестокое, но захватывающее мистическое приключение. Нет. Оригинальный, креативный, пугающий и напряженный фильм. Джордан Пилл продолжает удивлять зрителей своими режиссерскими способностями и нестандартными идеями. Согласно официальному синопсису, через полгода после смерти отца в результате странного несчастного случая брат с сестрой пытаются удержать на плаву семейный бизнес, ранчо с лошадьми для съемок в кино и рекламе. Дела идут крайне плохо, однако однажды в их удаленной долине, где-то в глубине Калифорнии, происходит нечто жуткое и леденящее душу. Героям кажется, что они обнаружили НЛО. Они видят в этом возможность неплохо разбогатеть и решают заснять его любой ценой. Тем не менее, эта аннотация не то чтобы не точна, она слегка упрощенная и уведет вас по ложному следу. Поверьте мне, фильм таит в себе намного больше сюрпризов и открытий, и смотреть подробные обзоры и трейлеры перед просмотром фильма я бы крайне не рекомендовал. С технической точки зрения это первоклассный фильм. Отдельно стоит отметить качество работы со звуком. Он используется очень умно и аккуратно. Благодаря саундтреку создается невероятное напряжение. Я краснею. Pixar Animation вновь радует нас прекрасным анимационным фильмом, который, как и другие их проекты, выполнен на высочайшем уровне. В центре сюжета фильма восьмиклассница Мэй, которая оказывается на жизненном перепутье. Каждый ее день на пороге взросления наполнен болью, радостями, страхами и весельем. Перед нами почти классическая комическая история о наступлении совершеннолетия с одним большим и красным «но». Как выясняется, на Мэй было наложено заклятие, передающееся из поколения в поколение через женщины ее семьи. В моменты сильных эмоций девочка превращается в огромную красную панду. И снять заклятие можно лишь в том случае, если она добровольно примет участие в ритуале, который навсегда спрячет ее вторую личность. Через этот фантастический сюжет нам рассказывают традиционную историю о столкновении поколений между Мэй и ее матери, показывая их единство и противоречия в повседневной жизни. Фильм в конечном итоге об ожиданиях других и своих собственных. Через метафоры исследует гормональное и эмоциональное развитие своих героев, передает послания о самопринятии и понимании человеческой натуры. И все это реализовано и исполнено с добротой и теплом. Доктор Стрэндж в мультивселенной Безумия Во многом мультивселенная Безумия вызвала противоречия в MCU. Но, как и любой другой фильм Марвел, она привела в кинотеатры множество зрителей. С помощью как новых, так и знакомых персонажей, Доктор Стрэндж пересекает поразительные и опасные альтернативные реальности мультивселенной, пытаясь остановить могущественного противника. Но, тем не менее, все мы понимаем, что это, в первую очередь, личная история Ванды. Я не буду спойлерить, но завязку сюжета вы поймете, если смотрели сериал Ванда Вижн. Сэм Рэйми определенно привнес в этот фильм элементы хоррора. Фильм более мрачный и куда более жестокий, чем все предыдущие фильмы MCU, что можно однозначно считать достоинством. Несомненно, фильм снят одним из самых талантливых режиссеров, когда-либо работавших в этой киновселенной. Но его творческий гений, очевидно, вступил в противоречие с формулой Дисней и возрастными ограничениями, что объясняет, насколько фильм, оставаясь на грани ужаса, никогда не уходит от легкомысленного комедийно-фантастического стиля Марвел. Проект Адам По сюжету, в 2050 году пилот Адам Рид крадет самолет, позволяющий совершить путешествие во времени. Его начальство преследует его, но ему удается ускользнуть и сбежать, однако по ошибке попав в 2022 год. Там он встречает свою молодую версию, здоровье и ДНК, подпись которого очень важны Адаму из будущего для путешествия во времени и крайне необходимы для спасения мира. В целом, фильм представляет собой фантастический боевик, но, несмотря на обилие остросюжетных моментов, проект Адам использует детскую и взрослую версии персонажа для изучения семейных отношений. И это действительно отличный семейный фильм для всех возрастов, черпающий вдохновение из классических лент, вроде «Полета навигатора». У него отличная кинематография, хорошая актерская игра и достаточно крепкий сценарий и адекватный юмор. Естественно, проект Адам – это попкорн-муви, вам нужно просто усесться на диван и провести полтора часа времени перед экраном. Тем не менее, это один из немногих фильмов, которому действительно удается вас развлечь, несмотря на то, что построен он вокруг такого сложного явления, как путешествие во времени. 3000 лет желаний Что бы вы сделали, если бы к вам явился Джин и предложил исполнить три ваших желания? Разменяли бы их на сиюминутные прихоти или загадывали вдумчиво? А может, вовсе испугались такого подарка? Это история об одиночестве и уединении, о возрасте и достижениях, о том, чего мы никогда достичь не сможем и о том, чего нам так хочется. В центре сюжета академик-историк в исполнении Тильды Свинтон. Она ведет уединенный образ жизни, по собственному желанию, за независимость, принеся в жертву близкие отношения. Находясь на конференции в Стамбуле, она покупает в качестве сувенира стеклянную бутылку и в своем гостиничном номере, решив отмыть приобретение от пыли, случайно выпускает из нее харизматичного Джина, которого играет Идрис Эльба. Естественно, тот обещает ей исполнение трех желаний, но поскольку она, как никто другой, знает, что в старинных историях о волшебстве важное место всегда уделено морали и уроку, а она не спешит с выбором. А Джину не остается ничего иного, как рассказывать истории о своем прошлом и предыдущих желаниях людей, чтобы завоевать доверие и объяснить, как он оказался в бутылке. Большая часть фильма посвящена именно историям, а не поразительно их последствия формируют необычный взгляд Джина на людей. В ленте, несмотря на не самый большой бюджет, просто прекрасный CGI, костюмы и декорации. А еще в нем есть успокаивающее тепло, которое очень приятно и неожиданно встретить в современном фильме. Фантастические твари. Тайны Дамблдора. Одна из самых спорных премьер года. Продолжение противостояния Грин-де-Вальду вышло безликим и несколько пустым. Уверен, многие со мной согласятся, сценарий новой части на данный момент самый слабый из всех трех фильмов. И не вызывает удивления, что после сомнительных успехов в прокате, Warner Bros. решили поменять руководство франшизой, что в перспективе должно сделать следующие части действительно качественными. И все же, количество новых фильмов жанра в этом году было совсем небольшим, и даже такая премьера, премьера, и она стала одной из самых обсуждаемых и популярных. Стилистически новый фильм, разумеется, остался приятным. Кинематограф, спецэффекты, костюмы, музыка и декорации, вся техническая часть ленты на голову превосходит творческую. Преступление будущего Что, если бы люди больше не чувствовали боли? И у Дэвида Кроненберга есть свое собственное видение такой вселенной. Согласно синопсису, в мрачном антиутопическом мире люди вынуждены адаптироваться к окружающей их синтетической среде. В итоге неизбежно происходят новые трансформации и мутации. В центре сюжета оказывается Soul Tensor, знаменитый перформансист, добившийся успеха выращивания нетипичных внутренних органов в своем теле и публично демонстрирующей метаморфозы организма в авангардных выступлениях. Естественно, имя Кроненберга хорошо известно поклонникам такого поджанра, как боди-хоррор. И в преступлениях будущего его творчество достигает новой экстремальной степени. Отвратительные увечья тела и размышления о природе эволюции существуют бок о бок. Сюжетная линия, декорации, кинематографы, предпосылки этой картины оригинальны, уникальны и хорошо выполнены. Спецэффекты первоклассные с фантастическими сценами операции и кровопролития, несмотря на очень малый бюджет. Тем не менее, такое кино точно не для впечатлительных. Принцесса Этот фильм берет классические и сказочные сюжеты и помещает их в рамки самого неожиданного жанра – боевика, похожего на рейд или дредд. И такое необычное изменение тона дарит нам стильное и жесткое развлечение. На мой взгляд, низкие рейтинги фильма объясняются его не совсем очевидным местом в жанре. Фанаты экшена его не нашли из-за нетипичного названия, а любители семейных историй явно не ожидали насилия в историческом сеттинге. Сюжет принцессы настолько прост, насколько это возможно. В средневековом королевстве принцесса отказывается выйти замуж за лорда Джулиуса. После отказа Джулиус решается захватить власть в королевстве из силы женить принцессу на себе. И теперь плохой злодей держит принцессу взаперти в башне. Однако, несмотря на избитый временем сюжет, фильм умудряется превратиться из диснеевской истории в аттракцион схваток и сражений. Фильм жестокий, здесь есть кровь, смертельные ранения на экране и все такое – полностью соответствующая ниша. Вроде обилия трюков и наплевательства на законы физики. Но давайте смотреть правде в глаза, как экшен-боевик «Принцесса» намного выше своего рейтинга на кинопорталах. А если вы ищете исторический фильм или детскую сказку, то это явно не тот выбор. «Русалка и дочь короля» – это фэнтези-драма с историческими элементами, которая была снята 8 лет назад, но вышла в прокат только сейчас, из-за некоторых юридических проблем. Фильм способен порадовать дорогими декорациями и хорошим актерским составом. Сюжет сосредоточен на Мари Жозеф, девушке, которая выросла во французском монастыре и в силу характера не склонна соблюдать правила. Когда Мари повзрослела, ее привозят ко двору короля Франции. Там, во время прогулок, она влюбляется в рыбака по имени Ив и узнает страшную новость – король планирует принести в жертву прекрасную русалку. И более того, выясняется, что король – ее отец, и уже нашел ей выгодного супруга. Так как должна поступить дочь короля? Подчиниться отцу и оставить все как есть, или сбежать с рыбаком, освободив из плена русалку? Этот фильм – классическая сказочная фэнтези. Не стоит ожидать от него многого, сюжет прямолинейен и максимально прост. Тем не менее, история добрая и по-своему даже очаровательная. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok